всем привет ночь воскресенье все продолжается дальше и боюсь что будет еще круче чем вчера я в чайна тауне манхэттена и тут уже все началось протестующие от barclay центра в бруклине сейчас идут через мост в манхэттен и вот здесь полиция все перекрыла канал стрит уже заброшен людьми так сейчас надо как-то развернуться развернуться запарковаться вроде пролез и пойти уже пешком уже все папа уже копы все в обвесе если вчера они были не подготовлены то сегодня ребята все уже так рядом с полицейским машинами мы не паркуемся ну его нафиг а то они когда горят они поджигают все вокруг нам это не нужно сейчас встанем где-нибудь в чайна-тауне хотя в чайна-тауне тоже вчера сожгли киоск с фруктами еще не понятно зачем кому помешали фрукты кто-то яблоки очень не любит или или я не знаю полицейские участки стали превращаться в маленькие крепости копы боятся повторения сожженной сожженного участка меня полиция и стали все в загораживать улицы загораживают выставили рамки и выставляют машины рядом стоит куча полицейских ну правильно делают сжигать пристинга это точно не то что мы хотим блин он машины выехал уже все разрисовали они даже даже не пытаются этому препятствовать но на окрестных улицах пока тихо они идут по канал стрит сейчас пойдем туда вот на канал стрит ощущение праздника уже чувствуется светомузыка красивые автомобили нарядные телевизиончики стоят ну значит мы правильном направлении движемся а мясо там где не готовы здесь все готовы если столько блин криво посмотришь и сразу он они одеваются все ждут них наверно договоренность здесь встречаемся на углу канал надеюсь наш мэр едет без денег машина-то мэрская или начальник полиции какой-нибудь это оборону полицейского участка чтобы вы понимали это та же самая улица с другой стороны видимо сюда пошли протестующие и здесь копы выставили целое оцепление ограждения вот что они ожидают веселая сегодня будет ночка я чувствую а вот копы с моста возвращаются все пошли на разворот ну началось все только мы зашли в сохо все разговаривались ребята от просто насилия перешли к рубежам сейчас вся полиция в сохо я думаю что они тут активно будут сейчас скрывать торговые точки у меня какой-то знакомый коп а а Продолжение следует... 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 Отходим. Сейчас они сюда пойдут. Это группа призвана опасной. Они туда пошли. О, блин. Самое ужасное, что люди начинают их провоцировать. И копы, которые бы вас не тронули, начинают за вами бежать. Сейчас толпа ломанулась. Полиции все побежали. Дома спрятались. Теперь они с другой стороны улицы. Сейчас будет очередная провокация. Следующая атака. Это работает по одному и тому же сценарию. Пока ничего не происходит, полиция никого не трогает. Как только на них на самих нападают, полицейские начинают отбиваться в ответ. А вы что? Мы свои. Мы приехали специально посмотреть. Волнели протесты. Мы приехали где-то за минут сорок на Льюденсквер. Объехали три раза. Видели, заранее стояли полицейские. Все было загорожено. Везде были посты. Все было организовано и продумано. Вот. Поэтому эта толпа протестов прошла по Broadway. И дошла до 10-й. И потом их остановила полиция. И почему-то повернула назад. Но это продолжалось еще где-то минут 30-40. Но особых столкновений не было. Я видел своими глазами, как разбили Wild Spirits door. Ворвалось пару людей. Но что интересно. Протесты сами встали и сказали прекратите. И загородили велосипедами эти дырки пробитые. И не пускали людей. Грабеж закончился. Очень быстро. Было буквально 5-10 минут. То есть у них все организовано? У протестов? Да. И у тех, и у других. Я бы так сказал. И полицейские организованы были сегодня прекрасно. И протесты были организованы. По крайней мести сегодня я увидел, что такого грабежа не было такого кошмарного. Потому что сами протесты пытались это и остановили. Остановили. На самом деле остановили. Своими глазами. Видел и снял что? Какой глазами? Петр. Любая. Любая. Я только свое люблю. Петр. Петр Петр. Петр Петр. Петр Петр. Чем вы занимаетесь? Чем я занимаюсь бизнесом? Уже я ничем. Я безработный. Уже 75 дней. Там мясо. Везде мясо. Но там сейчас. Я говорю 28-ая. С 20-ой по 28-ую. Все витрины. Все по пути. Мы просто передовой отряд этих на великах. Чувачки. Цикливые такие. Они просто подбегали. Все расхерачивали. И тут же убегали. Причем когда засекли, что мы их снимаем. Мы пытались. Было очень весело. Да. Их снимать страшно. На самом деле. Да. Они быстро вычисли. Электромайн. У нас тут на микрофоне. А. Убрали это. Да. Убрали. Чтобы они начали сразу. Такая. Очень плохая. Мирные протесты. Мирнейшие. Да. Очень помогут в деле становления равноправия. Я кстати узнал что такое факт F12. Что такое F12? 12 это код полиции. Ага. Я понял. То есть это когда говорят что-то. То есть это означает фальковый. Ну не удивительно да. Что он еще может означать. А вот кстати пожарка стоит. Мы нам подожгли что-то. Мусор раскидан по всему Бродвее. Ликероводочный магазин разбили. Здесь стояли ребята. Его охраняли с велосипедами местные жители. Но они уже ушли. Потому что полиция отбила эту часть пока. Да. Вон внутри. О. У людей бизнес, деньги блин. Это все не смешно совсем. Это чьи-то жизни и чьи-то судьбы. Мы в Европе. Кстати современное оружие пролетариата это не буужник а скейт. На нем можно ездить и им же можно бить витриной. Очень удобно. Только что ты скейтер, через минуту ты грабитель. Я не знаю, ни про этого чувака ничего не могу сказать, но я видел, как они их используют. Поэтому полиция скейта отбирает и начинает уже бить. Копы возвращаются обратно. Они отбили нижнюю часть Бродвея. Возвращаются обратно на Union Square. Я понял, как это работает. Там, где я паркую свой автомобиль, туда идут погромщики. Проверено на себе. Уже второй день подряд. Встал в Шейна Тауне на окраине. Они все ломанулись в Шейна Таун. Тут что-то горело. Приехали пожарные. Тут, по-моему, в самом разгаре веселье. Встрелили очередную витринку. И там, судя по звукам, продолжается эти мусорки. Вот прямо так это и происходит. Встрелили витрину, запрыгнули в магазин. Сейчас вынесут то, что им нужно, и убегут люди на скейтах. Пожарные сейчас и едут. Кроссовочки. Там их снимать опасно, они агрессивные все. Да, с обновкой. Вот очередные впереди погромщики толпами. Власти реально потеряли контрольную ситуацию. Город контролируется очень локально. На уровне вообще перегресток кварталов во всех остальных местах. Просто полная анархия. Я думаю, что полиция еще боится в любой раз проявлять насилие. Но точно не стреляет ни в кого. Когда все рассказывают, что в Америке полицейские всех расстреливают. Но, видите, в этой ситуации, любой выстрел может просто срубоцировать атомный взрыв. И так-то все ужасно. Было пару взрывов слышно, и полицейские все кого-то рванули. Здесь толпа есть, а копов нет. И там что-то громят опять. Ребятки бегают, чтобы не упустить, не дай бог, момент. У меня в комментариях люди оправдывали происходящее. Говорили, а что делать, полицейское насилие. Ну, я не знаю, если вы считаете это достойным ответом на полицейское насилие, то я с вами, мягко говоря, не соглашусь. Насилие порождает только насилие. Мы это видим. Мало того, чем больше насилия, тем больше насилия. Если вы думаете, что все успокоятся и разойдут, то ничего подобного. Все так и началось. Сегодня просто ночь судного дня какая-то. Вот эта вот толпа, видите, сразу раздвигается. И по дик до коней. Как только приезжают полицейские, они сразу прыгают в скутеры, велики, на скейты и сваливают. Их догнать просто невозможно. Ну, вот очередная витрина. Бьют просто ради того, чтобы разбить. Без какого-либо смысла. Ну, там вот грабят напротив. Судя по звуку, вон уже рюкзаки набивают сюда. Ну, и офигевающие жители, нормальные. Люди ходят и на все это смотрят и просто в охрене не находятся в полном. Как, в общем-то, ее. Вниз полисели пожарные. В сторону Ченна-тауна. Туда же погромче сейчас двигают. Кошмар. Ну, вот магазин разграбили минут за пять. Факты получат, что я могу еще сказать. Нафиг полицию, действительно. Зачем она нам нужна? У нас же такой мирный, тихий и спокойный город. Населенный приятными, совершенно неагрессивными людьми. У них же есть какие-то типа скутеры-разведчики, которые... Where are you guys from? Now or originally? What do you think of this? It's crazy shit, man. Pretty mild, huh? That's all the coverage you're going to get. I'm sorry, have you seen any, like, major groups pass by? Or just small groups? Just small groups. They were all on the roadway, going up that way, doing a protest. Just small groups. Stay safe NYC. Очень актуально и сегодня, но, к сожалению, неработающий призыв. По всей улице валяются вешалки, дорогая одежда, ботинки. Носится машина с какой-то безумной скоростью. В общем, полный crazy shit. Да, там грабят магазин, копов даже здесь нету. Это настолько массово, что уже никто не пытается это останавливать. Аккуратно, аккуратно толпа бежит. Да, вот толпа погромщиков разбегает с очередного магазина. Просто, видите, подростки в основном. Многим это просто весело. Им кажется, что это занятно, что корпорации это заслужили. Что так и должно быть. Мир несправедливый, жесток. И поэтому они имеют право на это. Они подрастут и поймут, что они очень сильно ошибались. Бороться за права действительно необходимо. И правильно, и вообще обязательно это делать. И даже применять силу в борьбе тоже нужно. Я никоим образом не отрицаю необходимость силовых протестов, когда другого способа и другого возможности что-то изменить уже не остается. Но здесь даже не было такой попытки предпринято попытаться что-то донести и о чем-то договориться. Здесь просто начали грабить буквально на следующий день. Причем в Миннеаполисе это понятно. Это был нарыв. Такая болевая точка. Людей вот просто упала планка, и они пошли мстить. А в Нью-Йорке нет никакого причины, вот конкретно сейчас в этой ситуации, потому что что происходило то, что происходит. Это просто полный беспредел. При полном бессилии городских властей. Они там явно что-то подожгли. Я думаю, туда можно пойти, сейчас они все разбежались. Вон туда, куда пожарка поехала. Ты думаешь, там? Да. А что куда? Куда все разбежались? Самое главное, не находиться рядом с погромчиками. Ага, они здесь везде. Ну, они здесь везде, да. К сожалению. Джордж. Какой у нас удивительный мир. Мужик съел летучую мышь, и мир просто рухнул. Где-то на другом конце страны идиот, полицейский, дебил и преступник. Совершил преступление в отношении не самого правительственного гражданина, но это никоим образом не оправдывает, то, что он сделал, это просто убийство. Результат вы видите вокруг. Представляете? Нужна всего лишь одна капля. О, салфяшечку. Себяшечку надо. На фоне бестбая. Но они не прорвались, да, по-моему? Бездомные, конечно, просто офигели от происходящего. Непонятно, что делать, куда прятаться, грабить самим. Я бы, кстати, на месте властей Нью-Йорка как минимум бы эти скутеры бы отключил на эти дни. И сетибайки бы тоже с улицы брал. Маленький совет такой, который тоже совершенно не продуман. Потому что они сетибайками и скутерами прокатными пользуются для того, чтобы перемещаться. Конечно, сильно не изменит ничего, но... Это было бы логичное решение. Машины просто без фар ездят, чтобы их не идентифицировали. По камерам, видимо. Так, вот там что-то горит. Скорее всего, мусор подожгли. Взрывы были... Раздавалось 4 взрыва или 5 таких очень сильных. Но я думаю, что это взрывались подожженные машины. Кому-то не подошли джинсы. Не тот размер. Не тот размер не подошли. Не тот размер. Бадди там нас понял, куда мы шли или нет. Он ему машет. Езжай сюда. У пожарных сегодня будет, работенка. У меня, конечно, весь на эмоциях. Ну да, видите, подожгли мусор. Это не машина. Тут тоже грабят магазины. Уже в рабочем порядке. Уже никто не удивляется. Забегают. Турбон, аутшиттер. Тоже российская компания, наверное. Слушайте, российская. Не российская, а российская. Вон, люди привезли доски, но я думаю, что они мне очень пригодились. Ну вот, поставили охранника. Ну, мебель, видимо, никому не нужна. Не унесешь. Много мебели. Вся, окна тоже побили, да? А. Новые окна, это смешно. Ну, не знаю, но... Найк просто нанял охранников. Правильно сделал. Потому что Найк выграбанули, конечно, по-быренькому. Ну, мы решили идти к машине, потому что просто страшно ходить по улицам. Вот реально страшно. Кого в какой-то момент переклинит, вообще уже непонятно. Люди поняли, что можно творить все, что угодно. Не хочется стать жертвой всего, что угодно. Полиция сейчас не приедет. Ну, труп уже, может быть, они осмотрят потом. А так, где-то уже продолжаются взрывы. Видимо, машины взрываются горящие. Я думаю, что у полицейских участков каких-нибудь достаточно активно. Вот. В качестве амулета повесили Black Lives Matter. Типа, если с такой надписью, то никто не тронет. Но, по-моему, людям, которым грабят, им все это вообще неинтересно. Это же не про протесты уже. Это уже не про справедливость. Это уже про другое со всем историей. Самый тихий район на нашем пути – это маленькая Италия, Малбори-стрит. Здесь вообще ничего не происходит. Но тут грабить нечего. Модных магазинов нет. Одни рестораны. И тишина, спокойствие. Вообще. Вот где-то на горизонте слышны. Грохот, сирены. И вертолет еще над головой летает. Так, чуть не задавили меня копы. Понесся. Некоторые полицейские сидят в машинах. Тоже нормально, да? Как бы проблем-то нет в городе. На базе вон машины стоят. Если они, конечно, тактику приняли максимального невмешательства ни во что. И только группами перемещаются. Сидят в участках. Давайте в машину дойдем. Пойдем, пойдем. Так, надо как-то перейти, чтобы нас еще не задавили. Ладно. А где подразделение Голиаф, спецназа? Неверские полиции. Ну. Вот они все где ходят. Ну, чувак примеряет. А, пофиг, красный, не красный. Поехали. Аптеч, аптекарь. Блин. Вот так вот будет. Слушай, Телсишник едь, давай. Да, на машине, блин, все равно. Угу. Какие качества вешали. Чего босс? Чего босс пустое, они очень открыли. Он едет с другой стороны на рыбу. Ну, его все равно разбили. Прямо мы не проедем, да? Он там мусорку, но он даже не смотрел, что там мусорка. Закрай окно. Да. Прилетим? Да, может, что угодно случится, да. И камеру лучше не заставать. Да. Так, мы зачем-то заехали в самый эпицентр. Да, там пепла. Народ сдает назад. И, похоже, правильно делает. Главное просто не спровоцировать. Ничего, а тут станешь объектом насилия. Можно снимать из закрытого, даже через тонированное стекло. В общем, сзади вас не видно. Да, да. А, они все вниз идут. Может, они к полисплазе идут? Ну, а что они там делают? Вот там так все, думаю, что... А, цитадель вообще? Да нет, они идут просто... Куда все идут, туда они... Слушай, они как-то контролируются вообще? Я не думаю, что... А кто их контролирует? Ну, то есть, есть какой-то как бы... Массовый психоз. Ну, может быть, чат какой-то ездит, они списываются. Но я думаю, что это все все равно случайно и... Бессистемно. Ну, если говорить, что это кем-то проплачено, это, ну, просто... Ты же понимаешь. Это просто стихийный... Стихийный психоз. Кто-то начал... Ну, они сейчас в Киас пошли. Ну, там уже давно пошли. Да, фанера не помогает. Заколочено, но... Сзади автобус едет. Начали хоть куда-нибудь подвигаться. Да, слушай, слава богу. Главное, никого не задеть, чтобы на тебя не прыгнули, а потом вся толпа. Что-нибудь крикнув, что ты там... не то сказал. Вот снимай направо через стекло, не доставай телефон. Тебе не видно будет и... В общем, картинка будет, тебе лучше не нужно. Лучше не светить телефонами. Ну, вокруг просто тотально грабят все магазины. Просто все. Кутру, боюсь, что от Нью-Йорка мало чего останется. Все на красное едут, так сказать. И правильно делают. Спокойное, никогда. Да, да, надо делать поедать. Не хочу. На красное не хочешь? Нет, я не хочу здесь стоять. Я хочу отсюда свалить как можно быстрее. Люди просто с мешками одежды идут. Полиция вообще ничего не делает. Да. Ну, а там впереди какая-то полная жесть. Нам туда не надо, я думаю. А, этот аптекарь явно тоже смотрел. Во-первых, ездит. Смотри, смотри. А, ну, это да, керечки тут наруч. Да, там что-то совсем плохо. А, там что-то по полной программе. Вон, смотри, с правой стороны. На правую смотри. Ну, полицейский есть, да. Ну, что. Это она, которой машина стояла рядом с копами. Офигеть. Офигеть. Пытались, копы пытались арестовать водителями. Там баба за рулем МСДС. Ой, блин. Ой, как отсюда свалить быстрее. Черт, я не хочу туда ехать. Так, что машина вообще себя. Прикаркуйся, может? Да. Ну, я не знаю, что делать. Там арест идет, да. Прикаркуйся, может, это я говорю. Там арест идет, да. О, блин. Тебя не зацепило? Вроде нет, оно вроде мимо пролетело. А вот эту машину ударил, видишь? Угу. А, эта машина, смотри, что номер. Номер закрыл просто, чувак. Они с ШАДом. Они с ШАДом, они стреляли еще? Трендец. Мы отсюда не выйдем. Мы отсюда не выйдем пока. А я не знаю, что они сейчас. Они машин же не уберут копы. Уберут. Фу. Фу. Сдает назад. Назад немножко. Так там надо дальше... Пойди поснимать, конечно. Припаркуйся и пойдем. Я не смогу сейчас запарковаться. Не смогу вырубить. Слушай, ну сейчас много полиции. Иди снимай, если хочешь уходить. Да потом, если ты быстро поедешь. Все, я тебя буду тормозить. Нет? Вот. Картоночка на номере. Выходи из машины, да. Блин, сейчас чтобы он назад только не поехал. Стоят? Ну, видишь, картонка на номере. И вот сразу копы. Сейчас у него багажник откроют. И там ворованные вещи. И там вelucapades. Что? Связь,bet April. ЛОНО fly. Бweekя. Стоят инижном. Да. Дождь. Б和и. ну вот и награбленная полный багажник награбленного все приехали свое отграбили сегодня ну так я думаю тут каждая вторая машина сейчас но что тут было мы ехали по бродвию стали в затор поняли что дальше не проехать повернули налево проезжали мимо машину которые стояли копы с фонариком досматривали людей через какой-то момент мерседес был видимо пытались арестовать таких же грабителей на дорогом мерседесе мерседес дал по газам пролетел мимо меня в сантиметре ударился в машину передо мной проскочил вперед и ударился снова а там стоит машина спецназа на обочине их сразу же приняли а перед нами ехала машину не был заклеен картонкой номер копы также копы также их остановили на картоночку открыли багажник и все и ребята приехали но теперь мы никуда не можем поехать потому что сзади все заблокировано спереди все заблокировано вокруг происходит какой-то адский ад идти страшно ехать страшно все все блин вообще кошмар какой-то на стене справа призывы убивайте полицейских нормально да мирные протесты миролюбивее некуда убивайте полицейских потом эти люди будут говорить что они жертвы полицейского произвола я опять же не говорю что полицейский произвол есть все так есть то что мы видим это еще больший произвол людей которые сорвались с катушек из обычных законопослушных жителей превратились просто настоящих преступников их никто не заставлял это делать это никоим образом не может оправдать никакой полицейский произвол ничего происходящее это обычные грабежи и вандализм этих людей надо арестовывать сажать в тюрьму надолго причем единственный способ вообще все это прекратить в городе стало страшно просто страшно уже уже звериный страх начался эта машина пролетала мимо нас пролетала прямо мимо нас пронеслась минуте в сантиметре буквально от меня ударила другую машину вот тут их приняли спецназовцы они отъезжают сейчас расчистят улицы а вокруг происходит какой-то адский ад просто адский ад все дорогу расчистили можно уезжать сейчас будет очередной видите что происходит просто любое происшествие приводит к эскалации конфликта и к замесу лучше рядом не находиться мы правда здесь полиция думаю что они побегут полицейские сбили кого-то на машине все и теперь сейчас полицейских могут просто здесь подключить а а а и 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 Типа копы сбили человека, пытаются свалить безнаказанно Они пытаются свалить, они на него очень смогут напасть и может быть... Это о том, что люди нас ненавидят, а мы хорошие, белые, пушистые Мы ничего плохого не делаем Как попасть в эпицентр и остаться при этом в живых? Что-то рядом с фолистой я себя чувствую более безопасно Ну да, видите, сразу начинается, как только черных каких-то повязали Сразу начинаются крики, что это копы виноваты Черные, они просто несчастные ребята, которые пострадали И начинает толпа прибегать на их защиту Ну и приехало сразу подкрепление Ну вот это не борьба за порядок, это просто игра, видите? Мы вас гасим в одной точке, они убегают в другую Туда перемещаются копы, народ бежит дальше И вот так уже который час О каком вообще порядке может идти речь? Я, главное, даже отсюда уехать теперь не могу Все побежали в другую сторону День города Попы пытаются быстрее уехать Сейчас они еще глупости наделают Машину ударили? Блин! 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 Так вот разговаривают с полицией Черные, которые считают, что они во всем право Соби! 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 Ой, я ниггазы, это пусси! Особенно ты, с твоей камерой CIA Соби! 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 Ну вот я тоже теперь плохой Соби! 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 Ну нас заблокировали на этой улице Не сдать ни назад, ни вперед Полицейские нас согнали с ротуара Мы стоим теперь на обучине А здесь Вокруг кипят страсти Проходят мимо люди с награбленным Полиция вообще никак не реагирует Все кричат Про справедливость Справедливость, конечно Короче Надо покидать этот милый город Пока мы Не попали в какую-нибудь вообще не хорошую историю Короче, город во власти мародеров Все очень плохо Все очень плохо Завтра будет Картина как после После военных действий И черные уверены, что они правы Они уже агрессивно бросаются на всех Кто Черного цвета кожи Говорить им что-то бесполезно Лучше вообще не смотреть в их сторону Не общаться Вообще держаться на расстоянии Лучше вообще здесь не ходить Не появляться на этих улицах Что-то придется властям делать завтра Потому что Повторение этой истории нельзя допускать А если ничего не изменится В их работе, то она повторится Еще много магазинов в этом городе Примерно тот же самый текст мы говорили вчера В... Служдая с тобой, я еще водя с нами Да, кстати, еще Мэдисон Но я думаю, что они здесь в основном тусуют Кстати, надо съездить посмотреть что там на Мэдисон Что в дорогих районах вообще Как там? Ну там полиция явно дежурит Активно Каждому по справедливости Каждому по труду Каждому по справедливости Каждому по справедливости Каждому по справедливости Почтовые машины все разрисованы Почта тоже виновата, интересно? Да Кстати, весь и кома с простыствующими, да? Да, разбитый полицейский вэн Я думаю, что где-то они здесь взрывались, наверное Люди на красной даже не останавливаются Самая странная картина сегодня Это мусоровоз, собирающий мусор Это, конечно, смогория какая-то Нет, ну мусор надо убирать, но Завтра его будет столько Да, мусоровозы катаются, работают Автобус этот не ходит, автобус отменили Практически не было автобусов Мусоровоз не самая дивная картина сегодня Уборка улиц еще более дивная картина А здесь пусто, ни людей, ни машин Даже, кстати, работают аптеки Даже у них не разбиты окна Даже ничего не происходит вообще Все очень локально Но обычно во всех этих историях Обычно все действительно локально У меня опыт небольшой Но в Балтиморе была точно такая же картина Телевизору, причем, всякие компании типа CNN Ну, они на самом деле все хороши Все эти люди, которые делают новости Практически все Очень любят показывать пожары, грабежи И не показывать, что вокруг, в общем, город живет обычной жизнью Поэтому Все, что вы увидели, это имело место быть Но Есть еще и такой Нью-Йорк сегодня В котором тихо и спокойно пока что Поэтому если будут рассказывать, что весь Нью-Йорк Как в грабежах и пожарах То эта информация будет достоверна лишь только отчасти Я думаю, что всякие спальные районы Они вообще сейчас В совершенно обычном режиме живут Единственный способ что-то загасить Это вводить комендантский час И вводить мощные силы национальной гвардии Ставить военных С автоматами На каждом перекрестке И это нужно было сделать сегодня Вчера все уже происходило Я не понимаю, что за люди, которые принимают решения У них выходной день, суббота, воскресенье Они в понедельник только на работу выйдут Где люди, которые должны были С утра вводить войска в город Где это все? Где губернатор Куома, который любит выступать на пресс-конференциях? Где дебил де Блазио, который по недоразумению стал мэром этого города И которому с завтрашнего дня надо просто уволить Он должен быть просто уволен Где президент с его замечательными выступлениями Поддержкой Где вот это все? Люди показали свою полную некомпетентность в решении Экстремальных ситуаций Таких, как произошла сегодня в Нью-Йорке Причем, если бы это случилось в Нью-Йорке впервые в истории Можно было бы хоть как-то кого-то оправдывать Даже на недавней истории современной Нью-Йорка Таких бунтов было уже несколько С поджогами, грабежами, массовыми арестами Ну, самый, наверное, известный, это 77-й год Блэкаут, когда случился И когда пошли все мочить В Бушвике, в Нью-Йорке, в Браунсвилле Ну вот 42-я улица Сейчас посмотрим, что происходит в самом центре Здесь вот стоят полицейские силы Вообще интересно, как реагирует полиция в дорогих районах Сохал вообще тоже нифига не дешевый район, но он такой торговый Он был, наверное, обречен И, наверное, полицейским нужно было вчера еще рекомендовать всем Собственникам бизнеса заколачивать Помогать, привозить фанеру Ставить блоки на улицах, ставить полицейских Блин, я не начальник полиции, почему я могу эти идеи придумывать и озвучивать А люди, которые находятся у власти, не могут Я вот что-то не так говорю, я что-то вот как бы не догоняю Я, правда, не понимаю, как можно было все это допустить Сейчас все пропагандисты всех мастей начнут Всю эту ситуацию обсасывать со всех сторон И рассказывать, как в Америке все плохо, как Америка умирает и так далее Сейчас все это будет вывернуто совершенно наизнанку И показано совершенно с другой стороны Это будет еще и вишенка на этом очень невкусном торте Да, здесь даже мусорки не перевернуты Но, видно, что полиция контролирует одну часть города и совершенно не контролирует другую Ну, на Таймсквер все, в общем, даже лучше, чем обычно Даже моют, видите, тротуары Где-то все разрушают, а где-то наоборот наводят чистоту Вообще ни одного человека Все местные, они либо по домам сидят, либо в Сохо сейчас бегают по магазинам Шопятся А туристов в городе нету Диснейчик сообразил, что, может, для Диснея закончится плохо нынешняя ночь Но здесь никаких следов вандализма я, кстати, не вижу Здесь вообще просто пустота Я у Центрального парка на 5-й Эвеню Посмотрим, что здесь происходит Apple Store просто забором закрыли Чтобы даже было не подойти к нему Ну, в общем, наверное, правильно сделали Такие стекла бьются, как и все остальные Но очень дорого стоят Сейчас проедем по 5-й, посмотрим Что тут Да, ребята быстренько стали заколачиваться Тоже не все Но, я понимаю, вчера У заколоченного здесь было гораздо меньше Трамп Тауэр Который тоже пытались вчера атаковать Резиденция нашего президента Я думаю, что тут повышенные силы должны быть Как обычно Ну, ребята не лезут на рожон-то Они тут не геройствуют У них другие цели Поэтому они к этим точкам даже подходить не будут Я думаю, что на 5-й Эвеню С учетом того, что здесь куча секьюрити Сейчас проезжали мимо Плазы У Плазы стоит вооруженный охранник Не полицейский, а наняли специально Какое-то охранное предприятие То есть они позаботились об этом Вот пошли витрины дорогущих магазинов Всяких, крупнейших, мировых И тут полиция катается в обе стороны Ребята на черной тонированной полностью машине Которые как только увидели, что я на них смотрю Сразу маску надели Ни разу не подозрительно Не исключаю, что люди просто катаются и высматривают слабые места Потому что кто-то грабит спонтанно Но уверен, что кто-то грабит и вполне себе профессионально Сейчас самая подходящая ситуация для этого Вот магазин «Кортье» Кстати, у магазина Nike тоже охрана стоит Или Nike Как правильно Мы видели в Сохо он охранялся магазин И здесь тоже Будет, кстати, интересно посмотреть завтра в Сохо Там, где сегодня был Самый жесткий расклад Помогли ли охранники или нет Мы даже об этом немножко тут поспорили Потому что, ну охранники-то это хорошо Но с другой стороны люди не будут рисковать своей жизнью ради шмоток Если начнется реальный замес, я не думаю, что они будут стоять грудью За магазин А стрелять им тоже нельзя, как и полиция Вот прямо сейчас Заколачивают витрины И тоже рядышком стоят полицейские Наконец-то кто-то сообразил, что это нужно делать Магазин «Версача» У производителей и установщиков стекол будет праздник завтра Столько заказов на них посыпется В Рокфеллер центр моют Беспорядки надо принимать в чистоте Как на войну надо идти в белой рубашке Так и беспорядки надо принимать с чистыми тротуарами Здесь просто тумбы поставили Универсального магазина закрыли все Какой-то такси даже едет Первое такси за сегодняшний день Нас сейчас обгонят Непонятно, кого он возит на своем такси H&M сегодня грабили в Сохо, но здесь, видите, он не тронут И охранников стоять на улице нету И полицейские только катаются на машинах Они не патрулируют Я вот пеших не вижу Полицейским явно дали распоряжение меньше, чем там определенные группы Вообще не ходить И они поодиночке не ходят Они ходят только толпами Ну вот Best Buy стекло разбили Пытались ломиться Тут что-то перекрыто еще North Face магазин тоже стекла побиты Ну вот все началось Они от какой-то улицы видимо пошли толпой Здесь, я думаю, сейчас разбитых стекол будет значительно больше Ну вот здесь вот уже ниже по пятой Разбита, ну не каждая витрина, но очень много магазинов Просто причем разбитые, явно даже без цели грабить Просто шли мимо, ударили и пошли дальше Чистый вандализм Никакого смысла в нем вообще нету Ну и каких-то магазинов уже выставили полицейских Хотя, не знаю, лучше бы полицейские в Сохо присутствовали Ну здесь пограбили, да, уже вытащили его из витрины Оптика, кому-то очки срочно нужны Плохо видят, не могут разобрать, что грабить и что нет Старбак, кстати, не тронули, даже странно Чувак ловит такси Флэт Айрон Билдинг Тут тоже все разбито Тоже совершенно бессмысленно Вон дальше витрина магазина какого-то Ну да, там уже заколачивается Так, пожарные Что-то еще горело Вон, смотрите, все подвозят фонару просто в промышленных объемах Я думаю, что сейчас все эти хоум дипо, они просто перешли на круглосуточный режим Видите, прокатные машины хоум дипо Они, видимо, ввели экстренную Ну, я остановлюсь просто, если выйдешь Экстренную ночную торговлю Валерий Курас Поехали Повторяем Упильном 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 Тут же пожарные тушат мусорный контейнер. Подожгли мусор. Выкинули мебеля какие-то, видимо, и оно все хорошо загорелось. Заколачивают все окна со всех сторон. Блин, надо не окна заколачивать, надо город под контроль брать. Флайт Тайрон. Перевернутые мусорки, выкинутые пластиковые барьеры, разбитые витрины. И толпа только что по той улице пошла куда-то наверх. Но я уже не хочу за ними ходить. Black life matter. Вот в такой форме надо это выражать. Мне кажется, это совсем неправильно. Очередная витрина магазина. Заколочено, видите. Написали Stay Strong New York. Будь сильным. И Нью-Йорку это реально нужно. Здесь сейчас пустота. У разбитых, некоторых разбитых витрин стоят полицейские. Сказали, что их отправили дежурить на всю ночь. Соха сейчас в огне. А здесь, видите, полицейский дежурит у каждого разграбленного магазина. Ну вот разбили, например, будку телефонную. Это очень важно для выражения протеста. Как же без будки-то обойтись? Без будки вас просто не поймут и не услышат. А, здесь тоже все побили. Викторию Сикрет. Труселя. Мы ее уже успели заколотить. Я думаю, сейчас эти строители просто как электровеники по всему городу носятся. Разбили, но не ограбили, кстати. Внутри следов вандализма нет. Дрим Энджел. Как мы далеки сейчас от этого. Тут какая-то заваруха. Копы неслись с бешеной скоростью куда-то. А дальше бросились пешком. Фу. Поймали? Да. Наконец-то. Без домовый чувак. Ты думаешь без домового поймали? Да нет, ладно. В городе началось то, что называется в кино Мэнхант. Копы стали отлавливать людей. Мобильными группами перемещаются с огромной скоростью по городу. И просто уловят, видимо, каких-то конкретных уже персонажей. Сейчас вот одного схватили толпой. Побежали за следующими. Чувак еще повстречный. 5-я 26-я, блядь, здесь можно убить. Нет, не коп. Чернушка сваливает куда-то. Вон машины везут по эти подожженные пострадавшие. Они их вывозят. Вот они грузят на эвакуаторы. Смотри, сколько машин здесь побиты. И тут же убирают улицу. Тут убирают машины. Тут убирают улицу. Я уже говорил, они машины вывозят полицейские побитые. Для того, чтобы это не стало стимулу к тому, чтобы повторять. Так, сзади опять несется полицейская машина. Надо сейчас аккуратно как-то ездить. Закон начал действовать. В город вернулся закон. В город вернулся шериф. Но все равно чувачки ходят группами. По-прежнему. Я думаю, что по-прежнему еще продолжаются грабежи. Сейчас посмотрим заодно, когда все это закончится. Вот виллы же только что. Видимо, ломанули витрину вейп-шопа. Потому что никого нет. Мусор раскидали по всей улице. Все, что вокруг сох, и все токсичная зона. Зона боевых действий. Хотя, в общем, здесь пока разрушение по минимуму. Все-таки. Так, копы только носятся. Только носятся копы. Ну что, в СОХО готовы? Давай, жди. Я шутил. Блин, придется приехать. В общем, здесь. Все же шутил. Ну, им все-таки какой-то план, видимо, надо сдать по валу. Слушай, ну если вчера 300 человек арестовали, то сегодня должны арестовать, ну, блин, ну, тысячу хотя бы. Ну, потому что, как иначе-то. Что-то СОХО в темноте в какой-то. В стречке. Да. Стоит здесь. Он, по-моему, стоит там. Ну, сейчас вокруг объедем. Ну, картинка сегодняшнего вечера, это просто караваны полицейских машин, несущиеся из одного района в другой. Их перемещают. Вот очередные группы грабителей ходят по городу. За ними носится полиция, но... Слишком много людей. Вон они впереди по улице идут. На, туда стрёмно ехать дальше. Ну, давай, блин, с камерой только. Ладно, у камеры. Ну, не знаю, что с ума. СОХО просто весь разграблен. Сейчас улица, где полицейские стоят, там разграблены все магазины. Ну, а вот они, чувачки, радуются. Ну, да, там в центре СОХО продолжается все. Это на окраинах тишина, а здесь просто грабежи. Вот они, вот они все. Бьют магазины. Люди с мешками, с награбленным идут, никуда не торопятся. Ну, есть мы вернулись обратно, и здесь ничего не изменилось. Что он делает там? Манекен засовывает на светофор. На, сейчас была разумная идея, почему копы не перекрыли СОХО со всех сторон, и просто не стали вязать всех, кто внутри. Непонятно. Я не понимаю тактику полиции вообще. То есть, точнее, отсутствие. Я не могу закрыть. И машины с грабителем, смотри, разъезжаются тоже. Все, чувачки с полными багажниками. А, они закрыты у всех номера, или сняты у машин. Можешь посмотреть. И за ними полицейские выезжают. Красиво. Да. Красиво едете, чуваки, молодцы. Очень красиво. Сзади опять полицейская колонна идет. Спереди полицейская колонна, сзади полицейская колонна. Так, на секундочку, чтобы вы понимали. В Нью-Йорке самая большая, большой полицейский департамент в стране. И, по-моему, может быть, даже они до скрупнейших в мире, но с самым большим бюджетом в мире. И вся эта полиция не может справиться с тем, что происходит в городе. Причем, я полицейских не виню, потому что люди делают свою работу, и, наверное, могли бы быть гораздо жестче, если бы нам дали такую возможность. Но. Вяжут? Да, вон вяжет кого-то. Хорошо, свечечка. Да, там что-то... Какой поймешь, да? Не знаю. Да, тут всех вяжут. Со всех сторон. Они стали перекрывать кварталы, перекрывать выходы с улиц, и вся толпа ваманулась вот там наверх, где мы проезжали, на Хаусен-стрит. И там они их начинают отлавливать уже, видимо, группами по одиночке. Но их слишком много, этих людей. Ну, вот чуваки на Мерседесе, например, спенсирование по стилю езды, как раз с полным багажником одежды, ну, то есть, едут по тротуару, а красные проехать физически не могут. Вот одна из еще ошибок, которые допустили власти, если в Филадельфии закрыла город на комендантский час, и в Филадельфии даже невозможно въехать, то Нью-Йорк этого не сделал. И в итоге вся эта братья, которая сейчас катается, пасоха, и грабит его, она приехала сюда отрываться. То есть, все это можно было, ну, не избежать, но всего этого могло быть гораздо меньше. А где был этот магазин? Нет, этот, склейка. Дальше. Ну, там можно будет с другой стороны открыта. Так, ну, здесь мы уже были. Здесь же просто все разграблено, и все. Тут уже брать нечего. Женщина с собачкой едет. Умилительная картина. Бродвей просто перекрыли. Ну, да, они там зачищают Сохо активно. Сейчас шли чуваки с мешком награбленного, и другим кричат Stay safe, бро. Stay safe, да. А мы что должны делать? Они safe, а мы что? Да, все, вся полиция приехала в Сохо. В Сохо зачистка. Ну, они все отсюда сбежали. Там все разграблено, просто тротуары завалены мешками, завалены одеждой. Реальный кошмар. Сохо с нами больше нет. Сохо нас покинул. Еще продолжают. Ну, продолжают грабить. Ну, а полиция, конечно, действует совершенно без зуба. Ну, они просто чего-то знают, но. Берег взяли и... Что там у Сити Холла? Как наша власть-то? Не спит? В окнах свет, я надеюсь. Свещание? Решение проблем? Вообще, свет горит, на самом деле. Хотя машин что-то у Сити Холла... Ну, штаб был в этом... Крайне мало. Да, вон там, в Групплин. Владит там. Ну, о, младше. Боя. Диблазио. Это Бродвей, нижняя часть. Чуть повыше там все очень-очень плохо и перекрыто. Пониже тишина и спокойствие. Но разграбили, конечно, очень... Локально, по сути, разграбили только Сохо. Так, глобально. Но Сохо с нами больше нет. Модный район Сохо, вы можете про него забыть. Его больше не существует. Пока все это не восстановится. Сохо это теперь помойка. С разбитыми окнами, выпотрошенными магазинами, упаковками валяющимися повсюду. Человек такси поймал. Вау. Вот это да. Вот это номер. Вот это меня удивила сегодня. Картина. Люди ходят просто с пакетами, с одеждой поваряма по улице. Вообще никого не стесняясь. Идут у них полные руки одежды. Проходят мимо полиции. Магазин ЗАР на Бродвее. Но здесь, видите, сюда они не дошли просто. Они дошли до Сохо. Они, видимо, собирались где-то в другом месте. Они собирались в Бруклине, у Барклайс-центра. Собирались в Миттауне. А потом дошли до Сохо. И там они остановились. И, в общем, пока грабят до сих пор Сохо. Хотя полиция там потихонечку начинает брать над некоторыми кварталами контроль. Но очень-очень потихонечку, если честно. В Сохо заезжать до сих пор страшно. Там внутри очень нехорошо. Ходить там еще страшнее, если честно. Что у людей уже все, планка упала. Да, у бычка немноголюдно. Даже, видите, даже люди не постарались и не нарисовали ничего на быке. Типа, like life matter. Вопрос не про идеи идет, а про чисто грабеж и наживу. Обычно бычок всегда становится жертвой вандализма, но не в этот раз. Тихий и спокойный Бродвей. Ну, позор, конечно. Сейчас на часах 3.50, 4 утра. Мы опять в Сохо подъехали. Рядышком с Сохо находимся. Ну, еще ничего не закончилось. Полиция все оцепила. Периметр внутрь уже не запускает. Ну, правда, тоже как бы запускает интересно. Все эти ребятки в хузе ходят все спокойно с вещами награвленными. Когда мы хотели подойти поснимать, нас полиция, типа, у нас закрыт здесь проход. Ну, и просто полная безнаказанность. Людям разрешили грабить город фактически. Им ничего за это не будет. Вот как бы дико не смотрелось то, что я сегодня снял, люди прекрасно это понимают. Грабь не хочу. Сегодня можно все. Завтра будут рассказывать, что виноваты демократы, кто-то угодно, мэр. Полицейская такси с мигалкой, видите, стоит. Копы сейчас пытались задержать людей на Мерседесе, но почему-то не задержали. Не знаю, почему именно их остановили. Вот здесь, сейчас я проеду по Сохо. Я туда не хочу заезжать, потому что там ходят эти ребятки. И они очень не любят, когда их снимают. Улицы просто завалены упаковками из-под одежды, коробками пустыми. Вскрыли магазин Лейка, где там камеры стоят. Те суммы, которые вы никогда за камеру не заплатите. За объективы по 10 тысяч долларов. Вот они прямо на машинах из других штатов. Грузят себе полные багажники. Ходят с вещами по улицам. Их никто не трогает, никому это не нужно, никому не интересно. Все снимают на телефоны, сидят. И продолжаются. Им открыли одну улицу, вот эта улица закрыта, а там улица дальше открыта, они через нее просто спокойно выходят. И дальше идут к себе домой, или куда они там идут. То есть это не то, что даже беспомощность властей. Это, я бы сказал, сознательное какое-то просто разрушение города. Потворство, вандализму, как это назвать, я не знаю. Вот все улицы завалены, просто завалено все. Все окрестностей завалены коробками. Сейчас будет улица, где полиции нет. Они просто туда выходят. Да, вот здесь улица, где нету полицейских. И вот они толпами здесь по ней ходят. Забирают последнее, что еще там не забрали, не ограбили. Вот видите, все тротуары, они просто... Попробую фотографию сделать этого всего. Город разграблен, и никто не виноват. Типа, так получилось. Life, life, matter. Черные жизни очень важны. Поэтому, чтобы черные ребята не сделали, мы будем просто за этим молча наблюдать. Ну, а завтра будем наводить порядок уже. Так, наверное, себе все это видео власти Нью-Йорка. Я, опять же, ну, никого не обвиняю, но почему-то... Мы уже тоже сейчас это обсуждали в машине. Почему-то не было китайских погромов, хасидских погромов, доминиканских погромов, которые люди населяют этот город. А черные боролись за свои права. Но очень интересным способом. Очень интересным. Ладно, пора ехать домой. Я думаю, что дальше будет просто похмелье после этой вечеринки у всех. И завтра мы увидим в лентах новостей кучу шокирующих видео, фотографий. Они же сами все это снимали и сами выкладывают. Я старался сильно не снимать, сильно туда не лезть, потому что это уже правда стало опасным для здоровья. В общем, двигаю домой. Всем спасибо, что досмотрели. Я надеюсь, что из увиденного будут сделаны правильные выводы. И такого, конечно, допускать ни в коем случае нельзя. Не делайте, как Нью-Йорк. Вы что, хотите, как в Нью-Йорке? Можно сейчас сказать эту фразу. И она будет, к сожалению, совершенно верна. Как в Нью-Йорке мы не хотим. Пуп за цветами приехал. Пуп за цветами приехал.